В прошлом году ранее майская жара разбудила забытого врага. На жителей Сурского района напала черная мошка. В результате коровы-кормилицы задохнулись от того, что насекомые попали в дыхательные пути. А людей-вредители покусали так, что лечить пораженные места пришлось больше недели. Сейчас жители поселения с ужасом вспоминают о природной аномалии. На этом подворье в прошлом году погибла корова. Буквально 15-20 минут дыхательные пути были забиты. Ну, кому это надо? Первое время люди даже в больнице лежали. Представляете, эта мошка, как будто какой-то сказочный монстр. Она впивается и вырывает кожу. В этом году губернатор Алексей Русских поручил своевременно принять меры, чтобы не допустить повтора прошлогодней ситуации. Была утверждена дорожная карта по борьбе с черной мошкой. Из областного бюджета на проведение работы выделили 1 миллион рублей. Мы на этот год заранее спланировали план работ вместе с ветеринарной службой, с властью Сурского района. И это большой труд. И работы начались с 14 апреля. И вот по текущий момент они продолжаются. Несколько недель назад специалисты ветеринарной службы обследовали реки Сурского района на предмет наличия личинок черной мошки. На водоемах установили ловушки из ивовых веток для личинок насекомого. Как итог, на всех реках ветеринара обнаружили личинки-вредителя. После этого сводный отряд приступил к первой за десятилетие ларвицидной обработки рек. Риски, конечно, есть. Нужно понимать, что, во-первых, очень много лет не проводили эту обработку. Трудно проходимые места здесь есть в Сурском районе, в лесах, вот бездна в том числе. Туда только на тяжелой технике смогли проехать. И помогают нам опять же бобры. Вот мы веники расставляли, тоже интересный момент. Они эти веники все съедали. Ветеринарные специалисты обработали малые реки Сурского района и реку Барыш высокоэффективным микробиологическим препаратом бактицит от личинок. Средство является малоопасным для остальной биосферы. Сначала порошок смешали с водой, а после спустили вниз по течению реки в места скопления мошки. Как рассказали специалисты, теперь остается ждать положительного эффекта. В случае необходимости ветеринары проведут повторную дезинфекцию уже от взрослой особи. Вместе с водоемами в наиболее пострадавших в прошлом году селах также проводится обработка животных. Когда вылет мошки происходит, обрабатываются препаратами животные, репеллентами, отпугивающими насекомых. И входные группы помещений для содержания обрабатываются инсектицидами для того, чтобы не было пролета насекомых внутрь помещения. В течение лета мы в любом случае будем животных еще раз обрабатывать репеллентами. Всего, как отметили ветеринары, в Сурском районе необходимо обработать около двух тысяч животных. В каждом сельском поселении на период вылета мошки будут дежурить ветеринарные сотрудники и оперативно реагировать на поступающие обращения от местного населения.